МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корейский культурный центр Федерации Тэквондо в Калужской области подписали соглашение о сотрудничестве. Быстрее, выше и сильнее. В Угненске завершился первый этап Всероссийского фестиваля ГТО. 15 марта в рамках заседания областного правительства, которое провел глава региона Владислав Шапшап, обсуждались планы по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года. По информации Министерства природных ресурсов и экологии, в регионе для тушения природных пожаров создана группировка сил и средств. В целях обнаружения лесных пожаров в режиме реального времени ведется мониторинг лесного фонда области. В 2020 году из бюджета региона было выделено 10 миллионов рублей на приобретение 26 новых современных систем видеонаблюдения и трех квадрокоптеров. Это позволило обеспечить более полный охват лесных территорий системами видеонаблюдения. В 2021 году мониторинг в режиме реального времени будет осуществляться с 48 систем дистанционного обнаружения лесных пожаров и пяти квадрокоптеров. Региональная диспетчерская служба Министерства работает в круглосуточном режиме. Функционирует прямая линия лесной охраны 8-800-194-00 и телефон региональной диспетчерской службы Министерства 8-48-42-56-39-39. На территории области создан резерв пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов. В целом на мероприятие по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушению на землях лесного фонда, в 2021 году в бюджете области предусмотрено около 97,4 миллионов рублей, в федеральном – более 5 миллионов рублей. Владислав Шапша подчеркнул важность профилактической работы по снижению рисков возникновения лесных пожаров. Он напомнил, что на итоговом совещании Министерства федеральные коллеги отметили значительные успехи Калужской области по контролю над пожароопасной ситуацией. Та система лесоохранения, которая создана и которая наблюдает, позволяет вам оперативно принимать меры по выявлению и тушению очагов возгораний. Это серьезная работа, но это все равно не отменяет участия людей оперативной реакции и контроля с вашей стороны. Поэтому те проблемы кадровые, которые у вас существуют, они понятны, они ясны, их нужно планомерно решать. Сегодня в городском клубе ветеранов прошла встреча, на которой обсудили создание муниципальной программы «Активное долголетие». Присутствовали представители спортивной, культурной, социальной, медицинской и других сфер Обнинска. Все они уже давно работают с людьми серебряного возраста, но в единую систему по сути не объединены. Глава администрации считает, что это упущение необходимо исправить. Было бы очень правильно, если бы мы с вами все объединились. Это прямо, ну, действительно, целая программа, которая есть в городе, но хотелось бы ее развить, пока это на нашем административном языке, это мероприятие, а хотелось бы, чтобы это была программа. И вопрос даже не в том, что нам с вами, хотя это тоже нужно, это мы дополнительные ресурсы, инвестиции и все остальное, но мне кажется, очень важно, чтобы наши жители знали о том, что вы делаете. Частные медорганизации Обнинска оказывают помощь как профилактическую, так и медицинскую, бесплатные осмотры по сертификатам, реабилитация после травм и многое другое. Большая работа ведется клубом ветеранов. Это и танцы, и песни, и занятия гимнастикой, и шахматы, и рукоделие, и рисование. Проводятся встречи с ликвидаторами Чернобыльской аварии, с ветеранами, с вдовами воинов-интернационалистов. Было отмечено, одного клуба ветеранов мало, ведь из отдаленных микрорайонов не каждый пенсионер захочет и сможет добраться до проспекта Маркса. Если брать старый город, то возрастным гражданам всегда рады в городском парке, и они с удовольствием проводят там свой досуг. Одной только скандинавской ходьбой занимаются 200 человек, говорит директор парка. Жанна Давыдова подчеркивает, сотрудничают со многими организациями при проведении мероприятий. Остро стоит проблема информирования пожилых людей. Если мы сделаем в соцсетях какую-то рекламу, люди, конечно, пожилые, они все равно, несмотря на то, что они занимаются компьютерной игрой, им это тяжело, они не воспринимают эту рекламу. Они должны где-то видеть вот это все. И для меня вот до сих пор этот вопрос, где это должно быть, потому что они и сами не могут на это ответить. Сити-менеджер предложила составлять расписание мероприятий на месяц, распечатывать его и передавать в те учреждения, где пенсионеры часто бывают. Например, оставить какое-то количество программок в Старогородской библиотеке, которая нередко работает в тандеме с парком. На встрече вспомнили проекты по активному долголетию, реализующиеся в других субъектах страны. Когда я с ним познакомилась, я поняла, что мы Москву опередили, потому что уже в течение 10 лет мы работаем по этому проекту. Мы обучаем компьютерной грамотности, мы ходим с палками скандинавской ходьбой, мы занимаемся спортом, мы занимаемся культурой, поем, пляшем, танцуем и музицируем. Все это мы делаем. Но вот действительно мы делаем это местечково. Мы делаем это каждый в своей организации, не объединившись. Председатель городского совета ветеранов отмечает, на поддержку мероприятий для возрастных людей нужно выделять больше денежных средств. Например, путевки на 50 человек в год в санатории недостаточно. И, разумеется, необходимо наладить работу со средствами массовой информации, чтобы пожилые горожане могли получать оттуда необходимую им информацию. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В минувшую субботу в Обнинском доме спорта состоялся первый этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. Мероприятие приурочено к празднованию 90-летия с момента основания программы физкультурной подготовки ГТО. 90 лет назад массовый спорт был поставлен на службу Советскому государству. В 1931 году обладатели значка могли похвастаться отличной физической формой, здоровьем и ловкостью. На протяжении десятилетий Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» дисциплинировал силу и выносливость граждан. Однако с распадом СССР проект прекратил свое существование. В 2014 году президент России подписал указ о возрождении норм ГТО. Сегодня, в 21 веке, комплекс «Готов к труду и обороне» продолжает добрую традицию оздоровления нации. Еще один такой важный момент. Сегодняшний наш фестиваль, он неспроста 13-го, 11-го числа в стране праздновалось 90-летие ГТО. Это очень большая дата, да, представьте, сколько лет комплекс, он был возрожден в России относительно недавно, но набирает обороты и в Обминске порядка 13 тысяч человек зарегистрированы в системе и где-то 8 имеют знак отличия. Участие в спортивных состязаниях приняли 10 семейных команд «Наукограда». Для них были подготовлены упражнения, входящие в физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне». Это подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине, рывок гири весом 16 килограммов, наклон вперед из положения стоя, поднятие туловища из положения лежа на спине и отжимания. Семья Галышбиных участвует в фестивале ГТО впервые. Папа Матвея Алексей признается, что пришли попробовать свои силы в спорте по инициативе сына. Настроение хорошее, да, вот сын пригласил нас на это ГТО и решили себя попробовать. Матвей Галышбин занимается спортом, а именно футболом. Тренируется уже 5 лет в детском спортивном клубе. Мы сейчас тренируемся в 4-й школе, скоро перейдем на улицу в «Молодежный 2». А расскажи, пожалуйста, как ты решил заниматься футболом? Ну, я смотрел телевизор, я болею за ЦСКА, и я решил попробовать себя в футболе. Подбодрили участников фестиваля воспитанницы отделения Чирспорта школы «Квант». Помимо красочного выступления, юные спортсменки также провели зарядку-разминку для поднятия боевого духа и настроя на успешное выполнение спортивного тестирования. Этот фестиваль для города уже традиционный. Участие в нем принимают как и спортивные школы, как воспитанники спортивных школ, так и школы общеобразовательных со своими папами, мамами и даже бабушками и дедушками. Мероприятие создано абсолютно для всех, то есть вы, подав заявку от своей семьи, можете прийти и поучаствовать. Выполнив нормативы и тесты, каждый член семьи получает знак своего достоинства, на которое он выполнил. Семья-победитель едет представлять город Обнинск на областных соревнованиях. Победителями первого этапа фестиваля «Готов к труду и обороне» среди семейных команд стала спортивная семья Петровых-Сторожиловых. Они и отправятся представлять первый Наукоград в ближайшее время уже на региональном уровне. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В прошедшей выходной 13 марта в Академии единоборств Наукограда было подписано соглашение о сотрудничестве между Калужской областной федерацией Тхэквондо и региональным корейским культурным центром. В Обнинске спорт – это дела особые, и в городе развиваются активно восточные боевые искусства, в том числе и Тхэквондо. На протяжении 8 лет в Калужском регионе существует областная федерация этого вида спорта, а в 37 секциях боевого искусства воспитываются более тысячи спортсменов, в основном – дети. Обнинское отделение клуба «Эридан» Калужской областной федерации Тхэквондо работает уже в Обнинске 8 лет и насчитывает более 300 спортсменов разного возраста. Наши спортсмены выезжали за это время на первенства и чемпионаты Российской Федерации, а также на международные турниры. И оттуда стабильно мы привозим призовые места. Подписанное в минувшую субботу соглашение будет способствовать популяризации корейской культуры на территории Первого Наукограда и Калужской области в целом. Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр отметил, что это мероприятие – праздник дружбы двух народов. И то, что культурный центр и наши спортсмены, замечательные ребята вместе решили дальше двигаться по жизни – это залог того, что все получится. И ко мне приходили с инициативой создания такого корейского дома в городе Обнинске. Я буду всячески это поддерживать. И если он у нас появится, это будет такая изюминка в архитектуре, в жизни нашего Обнинска. Гостей мероприятия ждало красочное музыкальное представление в традиционном стиле, включающее игру на национальных ударных инструментах – самульноре. С показательным номером выступили воспитанники Обнинского клуба «Эридан». К слову, в тэквондо преуспевают все – и мальчики, и девочки. А подтверждается это высокими результатами на соревнованиях разного уровня. Кроме того, постоять за себя должен уметь каждый, а сделать это красиво научит корейское боевое искусство. Я думаю, вот эта синергия, она как раз сделает и что дети, которые занимаются, не только спортом будут заниматься, но и как-то заниматься какими-то культурными, духовными вещами. И так же, как если у нас кто-то занимается корейским языком, то надо заниматься не только духовными вещами, но и физической культурой. Это как бы, я думаю, синергия, она должна работать. Сейчас, в общем-то, был сложный период, была пандемия, я говорил уже о том, что мы провели ряд онлайн соревнований. Но, несмотря на это, мы будем надеяться, что, в общем-то, эпидемиологическая ситуация, она немножко изменится. Да, и мы вернемся уже более активно в тренировочный процесс и принесем для нашей любимой Калужской области, для нашего любимого города Обнинска много медалей и много побед. В ближайшем времени будет приниматься решение о государственной аккредитации Калужской федерации Тэквондо. Это даст возможность участия спортсменов на соревнованиях более высокого уровня. Я уверен, что у федерации впереди еще очень много работы. Стоит пройти аккредитацию, двигаться только вперед. Ну, а ребятам желаю новых побед, здоровья и только вперед. Страна утренней свежести знаменита своей древней историей, богатым культурным наследием и традициями. А жители первого Наукограда проявляют немалый интерес к корейской культуре. Что же касается Тэквондо, то это не только вид боевого искусства, но и особая философия, прививающая спортсменам определенный набор правильных жизненных ценностей. Этот вид спорта руководствуется такими принципами, как учтивость, честность, настойчивость, самообладание и непоколебимость духа. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, в Фейсбок, ВКонтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин